В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина смотрите сегодня. Живые не узнают, мертвые не проболтаются. Наркозакладчики устроили место встречи на двух городских кладбищах. Как в первый раз, ларьки с печатной продукцией «Голд Пресса» не прошли проверку. Каратель под маской героя, кого больше трех десятилетий разыскивал КГБ, а тонкий пулеметчица смотрите в рубрике «Дело номер». Живые не узнают, мертвые не проболтаются. Решили двое молодых людей и в последнее время зачастили на новое и Вознесенское кладбище, причем исключительно по ночам. В отличие от многих, подозреваемые больше боялись прохожих, чем предрассудков. Между надгробий, как бы случайно, мужчины оставляли что-то вроде стакана или свертка. Странный ночной эмоцион привлек внимание наркополицейских. Загадочных товарищей быстро вычислили и устроили на них засаду в районе Южного Промузла. Двое жителей Рязани оказались закладчиками наркотиков. Задержанные признались, что за вечер уже успели сделать тайники. В результате поиска следственная оперативная группа изъяла по периметру кладбищ 4 100-граммовых упаковки с наркотиками. Затем последовал обыск в квартире младшего участника преступной группы на улице Интернациональной. В диване, на полках и в принтере были обнаружены наркотики трех сортов. Так называемая твердый, россыпь и скорость. Также оперативники изъяли документ прикрытия наркодилера, фальшивое удостоверение сотрудника наркополиции в звании лейтенанта. Роль твоя какая в присутной деятельности? Закладчик. Оптовый, розничный? Мелкий опторозница. Сколько времени ты этим занимаешься? Почти год. Общая масса изъятых наркотиков составила 740 граммов. Организатор преступного замысла честно признается. Знал, что рано или поздно поймают, но своей вины не чувствует. Почему занимаешься сбытом наркотиков? Потому что лень заниматься, работать. То есть это позиция такая? Это не только позиция, но и жизнь. Сам употребляешь? Да. У тебя совесть вообще есть? Нет, то значит. М? Нет. То есть ты бессовестный человек? Получается, да. То есть ты сознательно травишь других людей наркотиками? Получается, да. Данные молодые люди нигде не работали и не учились. Установлено, что один из них 19 лет продолжительное время являлся наемным закладчиком от федерального сетевого магазина. Когда вознаграждения показалось мало, молодой человек организовал свой наркобизнес, присваивал часть полученной от кураторов синтетики и продавал товар собственным клиентам. Услуги рекламировал на одном из спецсайтов, а некоторое время назад расширил штат сотрудников, назначил своего одноклассника водителем и помощником. Я пришел с армии. Он предложил мне сначала этим заниматься. Я поначалу отказывался, потом нужны были немного денег. Я потихоньку втянулся. Поначалу закладывали мало. Ну, я закладывал, может, один или два раза, может, в неделю. Потом втянулся, стал постоянно ездить с ним. Он начал давать мне крупные веса. Молодой человек не учел, чем тяжелее товар, тем больше уголовный срок. В отношении закладчиков возбуждено уголовное дело. В отличие от большинства злоумышленников, курьеры и продавцы, как правило, готовы к такому повороту. Любая их встреча может закончиться дачей показаний, но остановиться самостоятельно не получается. Печально, когда взрослые, работоспособные мужчины тянут деньги с родителей и вытряхивают из карманов последние копейки ради того, чтобы своими руками угробить собственную жизнь. Да вот, поймали у нас наркотиками. Употребляю я полгода. Друг мой подсадил меня на наркотик. Ребят, я бы жизнь отдал, чтобы не связываться с этим болотом. Это вообще дно, днище. У меня нет слова вообще. Рано или поздно попадется любой. Сколько бы ни, что не велась, и конец ей будет. Ученые давно доказали, даже несколько минут чтения помогают расслабиться и забыть о тяжелом трудовом дне. Но если одним подавать свежую прессу, то другим хватит и этикетки на бутылке. Оказывается, в ларьках с печатной продукцией Голд Пресса можно купить и такое. Неспешной походкой натруженный за день народ идет к одинокому ларьку. Грустно бросает взгляд на витрину и скромно протягивает деньги в окошко. В этом деле главное не привлекать внимания, ведь продавцы не имеют право продавать спиртное. Ночной ларек, ночной ларек, в ночи бескрайний огонек. И лишь звенит ветра в тишине. Только за сутки полицейские уличили двух продавцов в незаконной торговле спиртными напитками. Первый раз мне так получился, попросил бы, жалко было. Полицейские изъяли из незаконного оборота 20 литров алкогольной продукции и возбудили два административных расследования. По части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил продажи тилового спирта и алкогольной спиртосодержащей продукции. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. Когда подобные торговые объекты по решению городской администрации начали демонтировать, предприниматели пошли на хитрость. Заключили договоры от лица вновь созданных коммерческих организаций. Однако новые названия никак не отразились на деятельности. Подпольная торговля спиртным продолжается. Какая первая палка мне попалась, я пивка взял. 45 рублей, ну и так нормально, жигули взял. Вот даже могу показать. В погоне за выручкой продавцы забывают о главном. Редкий предприниматель берет вину на себя. Да и жители стали внимательнее. Регулярно сообщают полицейским о новых фактах незаконной продажи спиртного. КГБ потратил на поиски этой неуловимой женщины больше трех десятилетий. Она шел почти случайно. Некий гражданин Парфенов, собираясь за границу, подал анкеты с данными о родственниках. Там-то среди сплошных Парфеновых в качестве родной сестры почему-то значилась Антонина Макарова, по мужу Гинсбург. А в народе самая страшная женщина сороковых – Тонька-пулеметчица. О чудовищных деяниях Тоньки-пулеметчицы советские следователи узнали сразу после освобождения Брянщины. В братских могилах нашли останки около полутора тысяч человек, но личности удалось установить лишь у двухсот. Допрашивали свидетелей, проверяли, уточняли, но на след женщины-карателя напасть не могли. 33 года после победы эту женщину звали Антониной Макаровной Гинсбург. Она была фронтовичкой, ветераном труда, уважаемой и почитаемой в своем городке. Ее семья имела все положенные по статусу льготы – квартиру, знаки отличия круглым датам и дефицитную колбасу в продуктовом пайке. Муж у нее тоже был участник войны с орденами и медалями. Две взрослые дочери гордились своей мамой. На нее равнялись, с нее брали пример. Еще бы такая героическая судьба – всю войну прошагать простой медсестрой от Москвы до Кёнигсберга. Учителя школ приглашали Антонину Макаровну выступить на линейке, поведать подрастающему поколению, что в жизни каждого человека всегда найдется место подвигу. И что самое главное на войне – это не бояться смотреть смерти в лицо, если бы они только знали. Бесследно затеряться на несколько десятилетий палачу в юбке помогла вовсе не смекалка, а банальная ошибка местной учительницы. В первом классе из-за стеснительности Туня не смогла вслух сказать свою фамилию. Кто-то из детей крикнул – да Макарова она, имея в виду, что отца Тони зовут Макар. Так ее и записали почему-то во всех документах сразу. Было ощущение, что Макаровой покровительствовал сам дьявол, попала в окружение, но осталась жива, и гитлеровцы не пустили ее в расход. Ее могли схватить в 43-м, но Тоньку откомандировали на лечении от греха подальше, чтобы не заразила бойцов. Почему же она предпочла советским партизанам фашистов? Была у Тони своя революционная героиня – анкопулеметчица. Как известно, кинообраз был взят с реального прототипа – санитарки Чапаевской дивизии Марии Поповой, которой однажды в бою действительно пришлось заменить убитого пулеметчика. Кем видела себя Макарова, неизвестно, но на фронт она пошла добровольцем. И в 19 лет попала в страшную мясорубку вяземского котла. После тяжелейших боев в полном окружении из всей части рядом с молодой санитаркой Тони оказался лишь солдат Николай Фитчук. С ним она и бродила по местным лесам, пытаясь выжить. Правда, партизан не искали, к своим пробиться не пытались. Кормились чем придется, порой воровали. Солдат с Тони не церемонился, сделал ее своей походной женой. Да она и не сопротивлялась. Только когда оборванная парочка вышла в деревню, Фитчук признался, что поблизости живет его супруга с двумя детьми. И пора Тоньке самой о себе думать. Местные женщины сначала жалели беглянку, но вскоре поняли, что она то и дело норовит затащить мужчин на чердак. Такая гостья была никому не нужна. Блуждания Тони Макаровой завершились в районе поселка Локоть на Брянщине. О том, что она стала официальным лицом, палачом с окладом в 30 немецких марок со своей койкой, Макарова узнала после очередной попойки. Накануне полицаи вывели пьяную даму легкого поведения во двор, положили за станковый пулемет Максим и приказали стрелять. Даже сами каратели не могли предположить, как легко она будет убивать людей. Браться за эту работу не хотели ни немцы, ни даже полицаи из местных. И тут очень кстати пришлась появившаяся из ниоткуда Тони с ее способностями к стрельбе. Очевидцы вспоминали. В камеру вмещалось по 27 человек. Распорядок дня Антонина Макаровой был таков. Утром расстрел этих несчастных из пулемета, добивание выживших из пистолета и чистка оружия. Вечером шнапс и танцы в немецком клубе. Ночью любовь с каким-нибудь смазливым немчиком или на худой конец с полицаем. Это чудовищно, но больше всего Макарова переживала из-за дырок от пуль на одежде убитых. В качестве поощрения ей разрешали забирать любые понравившиеся вещи своих жертв. Слухи о женщине-палаче, тоньке пулеметчице, тоньке москвичке поползли по округе. Местные партизаны даже объявили охоту на палача. Однако добраться до нее не смогли. Второй серьезный поворот в ее жизни случился в 43-м. Красная армия двинулась на запад, приступив к освобождению Брянщины. Но к этому времени любвеобильная и безотказная Макарова успела заработать такой букет неприятных болезней, что ее немедленно отправили в тыл, дабы уберечь германских солдат. И снова необъяснимое везение. Уже в советском госпитале Антонина Макарова легко достает документы, свидетельствующие о том, что все это время она была трудолюбивой санитаркой и спасала наших бойцов от верной смерти. В 45-м один из молоденьких солдат сделал девушке предложение. Тогда-то женщина-палач Антонина Макарова и превратилась в заслуженного ветерана Антонину Гинсбург по мужу. Мать двоих детей, передовик производства, фото на доске почета, минимум алкоголя по праздникам. Как такую не уважать? И любящий муж, видевший только эту сторону медали, никак не мог понять, за что спустя 30 лет после войны его супругу таскают под опросом. Фронтовик требовал освобождения жены даже в ООН, грозил жалобой самому Брежневу. Когда ветеран узнал детали обвинения своей возлюбленной, то постарел за одну ночь. Семья, не задумываясь, отреклась от Антонина Гинсбург и переехала. Зловещая ирония судьбы. За ней пришли, когда она полностью растворилась среди миллионов немолодых советских женщин. Ее вызвали в САБЕС для оформления каких-то бумаг, но за окошком, под видом работницы учреждения, сидела свидетельница событий в локте. Она не отпиралась и все списывала на время. Такая была работа. Кто стоит под прицелом ее пулемета, Макаровой было наплевать. Досадовала, что с первого раза не всегда попадала по детям. Те из-за маленького роста были ниже линия огня. Приходилось стрелять прицельно. 1978 год в Советском Союзе был объявлен годом женщины. Антонина Макарова была почти уверена, спустя столько лет суд проявит снисхождение. Ведь в роли образцово-показательного ветерана она была значительно дольше. Но полторы тысячи убитых ее рукой людей перечеркнули все прошения о помиловании. 11 августа 1979 года в 6 утра приговор в отношении Антонины Макаровны Гинсбург был приведен в исполнение. Если у вас есть интересные темы для будущих передач, звоните в нашу редакцию по телефону 720020 и 720021. Или оставляйте свои пожелания на сайте город62.tv. А на сегодня все. Не попадайте в криминальные сводки. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова